Вольво не прочь убедить нас, что в вопросах безопасности нет никого дотошнее шведской компании. В нынешней серии экспериментов исследователей Вольво интересовал неожиданный вопрос. Легко ли достать пострадавших из покорёженного автомобиля? Сейчас спасатели для своих тренировок используют очень старые машины, взятые со свалок. И эта техника сильно отличается от изделий современного автопрома, как минимум по прочности стали. Поэтому, чтобы смоделировать самые экстремальные сценарии ДТП, вольвовцы применили подъёмный кран, сбрасывая новенькие автомобили с высоты 30 метров. На выходе Вольво обещает сформировать большой отчёт, который поможет спасателям из разных стран. Этот документ любой желающий сможет получить абсолютно бесплатно. Интересно, найдутся ли среди читателей сотрудники нашего МЧС? А вот комитет Евро-НК продолжает проводить вполне традиционные ударные тесты. По итогам последней сессии электрическая Mazda MX-30 заслужила высший рейтинг, заодно получив комплимент за отменную работу системы автоматического торможения. Вторая модель из осенней серии, гибридная Honda Jazz, тоже заполучила пять звёзд. Помехой этому не стала даже слабая защита груди водителя при фронтальном ударе. Ассистент автоторможения также сработал безупречно. Впрочем, электрическая Mazda и гибридная Honda на нашем рынке не представлены. А вот Kia Seltos вовсю продаётся. Его только что разбила базирующаяся в Великобритании организация Global NCAP. За защиту взрослых кроссоверу достоился всего лишь трёх звёзд, а за безопасность детей только двух. Эксперты признали кузов модели нестабильным, отметив, что силовая структура не выдерживает высоких нагрузок. Вдобавок, для ног водителя после подстроенной аварии почти не осталось пространства. Однако российский Seltos обязан быть гораздо крепче. Под краш-тест попал праворульный вариант для Индии, построенный на самой простой версии платформы SP2. Это значит, что наша машина должна выйти из-под удара без столь разрушительных последствий.